Звезды, которые мы видим на ночном небе, сияют красноватым, желтым, белым или голубым цветами. Но почему мы тогда не наблюдаем, скажем, зеленых, малиновых или фиолетовых звезд? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала понять, почему звезды вообще светятся. Происходит это потому, что они представляют собой шары из раскаленного газа, а любые нагретые тела излучают электромагнитное излучение, частным случаем которого является видимый свет. Причем, чем горячее предмет, тем большей энергией обладают фотоны электромагнитного излучения, которые он испускает. А значит, тем меньшую длину волны имеет излучаемый им свет. Тела комнатной температуры испускают электромагнитное излучение в невидимой для глаза инфракрасной области. Хотя это излучение все-таки можно увидеть с помощью приборов, воспринимающих инфракрасное излучение, на этом принципе основана работа тепловизоров. При дальнейшем нагреве тела спектр меняется. Высокоэнергетичных коротковолновых компонентов в нем становится больше, а низкоэнергетичных меньше. При достижении так называемой точки дрейпера, это температура примерно в 525 градусов Цельсия, в спектре инфракрасного теплового излучения появляются видимые глазу лучи красного цвета. Это явление можно пронаблюдать, нагревая гвоздь или другой металлический принят на огне. По мере дальнейшего роста температуры спектр продолжает меняться. В нем появляются компоненты со все меньшей и меньшей длиной волны. Свет излучения, соответственно, меняется из красного, оно становится оранжевым, желтым и так далее. Точно так же происходит и со звездами. Чем горячее звезда, тем более голубым и менее красным является ее свет. У звезд так называемой главной последовательности, к которым относятся 90% всех звезд, температура зависит от массы. Чем массивнее звезда, тем она горячее. Поэтому самые маленькие звезды светятся красным, оранжевым и желтым, а самые массивные — голубым и синим. Но это не значит, что красная звезда излучает свет только в красной области спектра, а желтая — только в желтой. На самом деле, излучение звезд, как и любых других нагретых тел, происходит в весьма широком диапазоне длин волн, причем далеко не только в видимой области. Например, свет нашего Солнца примерно на 50% состоит из невидимых инфракрасных лучей и еще на 10% из ультрафиолета. На видимый свет приходится лишь около 40% от всей излучаемой Солнцем энергии. И в видимой части спектра излучения в определенном соотношении представлены лучи красного, оранжевого, желтого, синего, зеленого и прочих цветов. То, в каком соотношении представлены эти цвета в спектре излучения данного конкретного нагретого тела, снова-таки зависит от его температуры. Зависимость эта примерно одинакова для всех звезд и всех нагретых предметов вообще. Она представляет собой характерную кривую с горбом максимумом в средней части и двумя спадами по бокам. Чем больше температура нагретого тела, тем в более коротковолновой области находится горб максимум. Такая кривая называется кривой Гаусса. И надо сказать, что очень многие закономерности в физике, да и не только в ней, описываются такой или подобной по форме кривой. Но нам сейчас важно, что кривая такой формы описывает спектр излучения совершенно любого нагретого тела, включая и звезд. И теперь мы с вами уже сможем сказать, почему не бывает, скажем, малиновых звезд. То есть звезд, спектр излучения, который состоит в основном из красных и синих компонент, но почти не содержит желтых и зеленых. Такой спектр не описывается кривой Гаусса, и его невозможно получить в качестве спектра теплового излучения. При низких температурах в спектре почти не будет синих лучей, при высоких будет много синих, но мало красных. А так, чтобы были синие и красные, но вот того, что между ними не было, ну так с нагретыми телами не бывает. Но как насчет зеленых звезд? Ведь действительно, вполне может быть ситуация, когда в спектре излучения звезды будут преобладать именно волны с длиной волны порядка 550 нанометров, которая соответствует зеленому цвету. И по идее такая звезда тоже должна светиться зеленым. Но на самом деле оказывается, что такие звезды кажутся нам белыми. Объяснение этого факта лежит на стыке физики и биологии. Дело в том, что наш мозг не воспринимает входящий в световой поток лучей разного цвета по отдельности, а видит общую картину, то есть весь спектр сразу. И в зависимости от того, какой это спектр, он решает, какой цвет он видит. Так вот, оказывается, что спектр, имеющий форму спектра теплового излучения, то есть форму кривой Гаусса, с максимумом в районе 550 нанометров, нашим мозгом воспринимается как белый. Почему так? Ну, потому что именно такой свет излучает наше с вами Солнце. Да, с точки зрения математического анализа спектра, наше Солнце зеленого цвета. Но так как именно Солнце на протяжении миллиардов лет эволюции было главным источником освещения для жителей Земли, наш глаз приучился воспринимать такой свет, как естественный, то есть белый. А все остальные цвета воспринимают как отличные от естественного, то есть окрашенные в какие-то цвета. Поэтому для того, чтобы мы видели нечто зеленым, исходящее от этого объекта свет должен полностью состоять из одних только зеленых компонентов и иметь минимум красных, синих, желтых и так далее. Зеленые листья растений примерно поглощают свет почти всех цветов, кроме зеленого, а зеленые наоборот отражают. И вот именно потому, что наш глаз воспринимает этот отраженный свет, содержащий только зеленые компоненты, мы и видим листья зелеными. Но спектр теплового излучения, описанный кривой Гаусса, таким быть не может. Звезда всегда будет излучать слишком много голубых и красных лучей для того, чтобы ее цвет казался нам зеленым. Если всегда холоднее Солнца, в ее свете будет меньше синих, фиолетовых и больше красных компонентов, и наш мозг, проанализировав ее свет, констатирует, что эта звезда краснее, чем Солнце, то есть красная или оранжевая. И наоборот, более горячие звезды содержат в своей спектре больше синих лучей, и поэтому мы, соответственно, воспринимаем их голубыми. Знакомый с астрономией читатель может спросить меня, если свет Солнца белый, то почему тогда Солнце называют желтым карликом? Вопрос закономерный, а ответ заключается в том, что астрономы уже давно не определяют цвет звезд на глаз. Для этого используется фотометрическая аппаратура, которая анализирует и характеризует спектр света звезд напрямую. Например, используется так называемая фотометрическая система U, B, V. В ней спектральный класс звезды определяют, ну, скорее, определяли, фотографируя звезду на специальной фотопленке трех различных типов U, B и V. V — это фотопленка, имитирующая человеческое восприятие, то есть видимый свет. Поэтому она и называется V от слова visual, то есть видимый. Она воспринимает свет в диапазоне линволн на 400-200 нанометров с максимумом чувствительности на 550 нанометрах, то есть как раз-таки в полосе зеленого цвета. B от слова blue, то есть синий, воспринимает свет в синий и частично ультрафиолетовый областях спектра с максимумом чувствительности на 430 нанометров. Ну, а третий работает в ультрафиолетовой области с максимумом чувствительности в 350 нанометров и поэтому называется U от слова ультрафиолет. Сфотографировав звезду в трех этих диапазонах, астрономы сравнивали яркость получившихся снимков и на этом основании производили спектральную классификацию звезды. Белыми звездами спектрального класса A при этом было постановлено считать звезды, у которых яркость во всех трех диапазонах U, B и V одинакова. Звезды, более яркие в фильтре B, чем в фильтре V, то есть излучающие больше в голубой области спектра, нежели в видимой, было принято считать, соответственно, бело-голубыми и голубыми. Звезды, у которых светимость в V спектре была выше, бело-желтыми, желтыми, оранжевыми и красными. Кстати, эти названия тоже не стоит воспринимать буквально, красные карлики, но не красные, а скорее оранжевые. Ну, точно так же, как желтое солнце, на самом деле белое. И тут мне снова могут возразить, что, ну, всем же известно, что солнечный свет на самом деле не белый, а желтоватый. А тут уже виноват не наш глаз, а атмосфера Земли, через которую солнечный свет должен пройти до того, как оказаться у нас в глазу. Атмосфера рассеивает кратковолновые, то есть синие компоненты сильнее, чем длинноволновые, то есть желтые, красные, оранжевые и так далее. Поэтому рассеянный атмосферой солнечный свет, который мы воспринимаем как свет неба, содержит больше коротковолновых лучей и меньше длинноволновых. Именно поэтому небо кажется нам синем. Прямой же солнечный свет доходит до нас объединенным такими компонентами и поэтому кажется желтоватым. Если же оба типа света прямой и рассеянной смешиваются, то его изначальная белизна восстанавливается, как это происходит, к примеру, с белым снегом, ярким солнечным днем, который освещается как прямыми солнечными лучами, так и светом неба, то есть лучами рассеянным. Из космоса солнце видится вполне себе белым, ну космонавты гарантируют это. Да, кстати, по той же причине, по которой мы воспринимаем солнце более желтым, чем оно есть на самом деле, мы видим далекие звезды менее голубыми, чем они являются. Только в случае со звездами свет рассеивается не только земной атмосферой, но и межзвездной газопылевой средой, которая, конечно, весьма рассеяна, но зато сквозь которую свет вынужден путешествовать на огромное расстояние. По этой самой причине мы не видим на небе фиолетовых звезд. Точнее, видим, но воспринимаем их как голубые и синие, так как фиолетовую часть их спектра съедает как раз вот это вот межзвездное рассеяние.